Еще в 2010 году в Молдове был введен факультативный школьный предмет религия. По желанию некоторых родителей этот предмет в нескольких школах проводится. Метрополия Молдовы настаивает на том, чтобы этот предмет был обязательным в школах. Мы решили спросить, что думают бельчане о предмете религия в школах? Возможно, это поможет меньшинствам в нашем школе. Например, если у нас религиозный мальчик есть в классе, его многие не принимают, то возможно. Но есть уроки психологии для этого, наверное. То есть, если не принимают, это как, возможно, по теме толерантности. Урок светской этики, урок культуры мировых религиозных. Что такое? Это все проходится на психологии, так что, наверное, толку нет особо с религиозными уроками проводить. Думаю, да. Почему? Ну, потому что дети должны, наверное, знать те истоки, от которых мы идем. Христианство, это религия, это кто в это верит. Они не представляют себе жизнь без христианства. И какие-то хотя бы азы, хотя бы общее понимание, кто такой Иисус Христос, нужно, чтобы дети знали. То есть, преподавать нужно исключительно православие. Например, как основы мировых религиозных культур и светская этика. Такие предметы возможны в школе? Думаю, да. Я думаю, что не только христианство, но хотя бы обзорно, что есть и другие религии, которые так же верят, как и христиане в то, во что они верят. Религии? Я просто негативно отношусь к религии. Основы религиозных культур? Нет. Человек должен быть свободным, без темноты в голове. Хорошо. Религия – это опиум для народа, было сказано четко и понятно для всех. Я, в принципе, из-за того, чтобы можно было бы преподавать как религию основы православия, это нормально. Потому что, в принципе, основы православия во всех религиях одни и те же. Хоть куда-нибудь. А вот другой – это как, что кто-то рактует, но, в принципе, это мир, любовь, запонимание. Вот это. Вот я, в принципе, из-за эти основы, которые дети должны знать. Для нас заповеди, конечно, навряд ли кто-то из нас может. По-моему, это, по крайней мере, стремиться к лучшему. С какого возраста нужно начинать такие уроки преподавать в школах? Ну, это самого раннего возраста, в принципе, это всегда, это вот. Их он на разное воспитание преподается. Хорошо бы, чтобы этот предмет остался, не исключили. Нужен ли – не знаю, но мы преподавали, нам преподавали его еще в четвертом классе. Мы учили молитвы, это был, на самом деле, урок успокаивающий. То есть это было основы православия? Не как светская этика, не как основы культур мировых, религиозных? Нет, нам просто преподавали, говоря, рассказывая. То есть не было такого, что нам навязывают. Мы просто изучали как интересный предмет. Нужен, конечно. Почему? Для того, чтобы образовывать детей. Это должен быть предмет одного модуля, как православие, или это все-таки должна быть светская этика и мировые религии? Я думаю, что, наверное, лучше мировые. Если и нужен, то с учетом того, что есть разные религии, даже у нас, скажем так, не все православные, есть католики, наверняка есть и буддисты, протестантские религии. То есть тут я не представляю, как это возможно реализовать, вести религию, с учетом того, что многоконфессиональность существует. Смотрите, существует же такой предмет, как основы мировых религиозных культур и как светская этика, для того, чтобы дети знали о культуре своего соседа и уважали других людей, то есть были толерантны. Вы имеете в виду такой предмет? Ну, такой может быть, да. То есть с учетом того, что есть, даже тогда получается не как не религия, а веротерпимость. Вот так, может быть, лучше было бы звучало. Потому что есть разные конфессии, и нужно в первую очередь учиться уважать веру всех других. Да, я с вами согласна. А как думаете, с какого возраста нужно преподавать детям этот предмет? Честно говоря, наверняка где-то лет с 30 по правильному, потому что пока люди молодые, то им не до религии, не до Бога. Я помню себя, например, в детстве, когда мне бабушка пыталась объяснять что-то там про религию, я это не воспринимал никак. И уже гораздо позже, когда набираешься жизненного опыта, попадаешь в какие-то ситуации, которые по-нормальному вроде как бы не можешь решить, и начинаешь уже в крайности обращаться к Богу, и оно выходит, что да, действительно, ситуация разрешилась, ты уже хочешь не хочешь начинаешь верить. Но для этого нужно иметь жизненный опыт. Поэтому в школе как бы дети будут относиться к этому так, со скептисом. Не знаю, если мы светское государство, надо посмотреть внимательно на Конституцию, что там написано. И вот уже из этого надо выплясывать. Понимаете, дети в школах об этих вопросах вообще не думают. Это неправда. Думают. Нет. Это очень редкий случай, понимаете. Дети в школе думают совсем о другом. У кого списать, понимаете, с кем подраться. Кого за косички, кого за косички подергать, понимаете. Значит, это вообще, дети в школе об этом вообще не думают. Если им об этом не говорить, понимаете, вот в таком возрасте. В такое время живем, что сложно сказать, что либо к чему подойдет. Но нужен какой-то предмет, чтобы детей научить, вот даже из садика это, чтобы детей научить уважать друг друга. Вот как вы говорите, относиться ко всем с уважением, с каким-то, я не знаю, ну пусть будет только с уважением, даже хотя бы этот. Во всяком случае, я так думаю, что воспитывается человечность, воспитывается уважение, сострадание какое-то. И это должно быть у детей, потому что в нашем мире сейчас очень страшно все. И дети озлоблены, и озлоблены по нашей же вине. Потому что мы идем тоже буром, прям, чтобы как-то заработать, как-то прокормиться, как-то одеться и так далее, и так далее. И дети, видя это, они теряют все. У нас нету и у старших уже, вот, допустим, даже в моем возрасте, уже люди теряют ценности. У нас никаких ценностей нету. Думаю, что мировые культуры. Нужен. Был полезно, конечно. Конечно. Это для общего культурного развития ребенка и человека очень важно. Поэтому в нашем мире таком разном дети должны ориентироваться. С какого возраста примерно нужно такой предмет вводить? Ну, я думаю, глаз из третьего уже нормально будет. Дети сейчас достаточно образованные, у них уже есть кругозор благодаря интернету. Вот, поэтому я думаю, что они уже в состоянии это будут понять. И снова мнения бельчан разделились. Большинство считает, что предмет религия в школе уместен, а некоторые считают, что недопустим. А что думаете об этом вы? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok